Сегодня Айлбанк выдал первый кредит из Российско-Кыргызского фонда развития в размере 6,5 миллионов сомов по программе целевого финансирования малого и среднего бизнеса. Первым заемщиком стало предприятие по производству мясных и мучных полуфабрикатов. Напомню, Российско-Кыргызский фонд развития подписал соглашение с Айлбанком и РСК-банком о выделении им по 600 миллионов сомов на кредитование малого и среднего бизнеса. Эти банки выбраны не случайно. Они имеют самую широкую филиальную сеть в регионах. Подробности у Нургульсаматовой. Урмату Сатарову, владельцу небольшого предприятия по производству полуфабрикатов, понадобилось чуть больше недели, чтобы получить заветный кредит. 6,5 миллионов сомов он планирует направить на модернизацию производственных мощностей и тем самым повысить рентабельность предприятия. Честно говоря, на наше удивление, вся процедура прошла гораздо оперативнее и быстрее, чем мы ожидали. То есть сегодня 10 число, мы уже получаем кредит, хотя постановление было подписано буквально неделю назад. Больше всего заемщиков радует условия выдачи кредита. Средства выдаются по 12% годовых на 5 лет с ольготным периодом в один год. Это выгодные условия, говорят предприниматели, ведь среднерыночная стоимость коммерческих кредитов на сегодняшний день составляет от 25 до 30%. Кредит не выдается на оборотные средства, на погашение ранее взятых долгов, только на приобретение и модернизацию основных средств. То есть оборудование, техника, производственные помещения. В приоритетном порядке мы рассматриваем проекты по капельному орошению и развитию тепличных хозяйств. Основная цель программы финансирования малого и среднего бизнеса – поддержка экспортоориентированного производства и импортозамещения. Предприятие малого и среднего бизнеса составляет 40% ВВП и способствует стабильному развитию экономики. Напомню, Российско-Кыргызский фонд развития создан с целью модернизации и адаптации экономики Кыргызстана в условиях евразийской экономической интеграции, а также мультипликативного развития других отраслей и секторов экономики. Фонд имеет достаточно большие ресурсы, огромный капитал по кыргызстанским меркам, и мы не должны погубить наш банковский сектор. И с этой точки зрения мы исследовали, еще раз повторяюсь, рынок, согласно которому мы увидели, что наши кыргызские банки финансируют проекты стоимостью до 3 миллионов долларов. То есть это их ниша. Большие проекты, они единичные для банковского сектора, и с этой точки зрения фонд может безболезненно войти в рынок. Уставный капитал фонда составляет 500 миллионов долларов. На сегодняшний день в Национальный банк поступило 250 миллионов долларов. До конца года эта сумма составит 350 миллионов, а к маю следующего года – полмиллиарда долларов.